Умская церковь Жатва 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 и чтобы Рождество для меня стало очень практическим. И первое место Священного Писания – это Евангелие Луки, 2 глава, 8 стих и ниже. Библия говорит нам, в той стране были на поле пастухи, которые содержали в ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осеяла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях, внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу, и на земле мир, и в людях благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. Вот на этом месте Священного Писания сегодня я хочу открыть три основные истины практического Рождества. Я себя отождествляю с пастухами на поле. Когда ты ожидал, что твое пастушеское дело в эту ночь, оно будет таким же системным, обычным, спокойным, когда где-то там в окружении твои пастушеские собаки бегают, охраняют твое стадо от волков, самое время поговорить с друзьями, поговорить о том, как идет наша чудесная жизнь, как царь Ирод, какие налоги, а когда повысят пенсию, а как в семье сделать так, чтобы все было чудесно. И свет Божий, голос Божий, могущество Божьей славы, оно остановило и превратило их привычный вечер во что-то великое. Такого больше на земле не было никогда. Им предстали ангелы Божьи, которые говорили им о том, что в городе Давидовом, это Вифлеем, и представьте, это имеет конкретный адрес, что именно там родился Спаситель. И представьте себе, что ангелы Божьи, они не ошиблись адресом. О, мы оказались около пастухов, да кто они такие, они невлиятельные люди, может быть пойдем в какой-нибудь дворец Ирода и там возвестим о рождении Иисуса. А ангелы Божьи с адресами не ошибаются, скажи аминь. Когда ангелы Божьи дают безопасность тебе и твоему дому, это не ошибочная случайность и вообще верующих случайности не сопровождает. В нашей жизни сопровождает водительство Святого Духа. И ангелы, которые обеспечивают нам безопасность, которая не всегда видна нашему глазу, это никакая не случайность. И когда люди в этом мире друг другу желают просто счастья и говорят, повезло, мне вот подфартило, у меня как-то вот все сложилось в нашей жизни, ничего случайно нам не повезло. У нас есть закономерность Божьей защиты в нашей жизни. Ну аминь или нет. Поэтому не верю в случайности. Верю, что ангелы пришли вовремя и пришли в правильный адрес. И там, когда реакция на эти слова, она была ужасающая, пастухи испугались, они пришли в великий страх и великий трепет. И после этого голоса ангела разверзлись небеса и воинство небесное. А теперь внимание возлюбленные. Воинство небесное. Это не просто спустился ангел в виде полумужчины, полуженщины, как сегодня многие люди пытаются вырисовать каким-то образом вот этого аккуратного, безобидного, такого чудненького, который все время где-то крылышками бряк-бряк-бряк и ничего больше. Это воинство небесное. Это Божьи слуги. Это ангелы победы. Они, вот это слава Божья, осеяло все то пастушище поле. Они и так-то были в страхе. Но тут прозвучало три конкретных проповеди. Это воинство небесное, которое сорвалось с небес, чтобы прийти к конкретным пастухам, сказали всего им три конкретные проповеди. И после этих трех конкретных проповедей они просто исчезли. Иногда ты думаешь, ты проделал такую огромную работу, чтобы появиться где-то на земле, встретившись с какими-то людьми, сказал им три конкретные мысли, и что теперь все, нужно возвращаться обратно в небеса. Однажды, когда меня попросили приедь, пожалуйста, 300 километров, всего лишь надо помолиться за человека, и ты начинаешь сразу думать, о, сколько это время, или сколько это топливо, или сколько это чего-то твоих сил. Но на самом деле, когда Бог говорит в твою жизнь, ты должен просто собраться и ехать, не считая, как далеко и что тебе будет это стоить. И когда Бог дал мне такую привилегию, и я приехал где-то там больше 300 километров, первый раз видел этого человека, постучался в эту великую избу, открылась дверь, и там собралась семья, и мы начали молиться против рака, против болезни, чтобы Бог дал жизнь, дал благословение, пришло великое покаяние. И когда прошло всего лишь 45 минут, и все как-то вот, я думал, можно просто неделю там было хотя бы провести, чтобы рассказать им все-все-все Евангелие, но эти 40 минут, и когда к тобой закрылась дверь, и ты вышел на морозную улицу, и подумал, ну слишком далеко, 600 километров всего ради 40 минут, никогда не думай так. Это неправильные мысли, это вражьи мысли. И когда прошло время, и прошло уже достаточно времени, и тебе показывают бумаги, с супермедицины о том, что произошло великое чудо. Бог исцелил, и прошла, болезнь ушла, рак ушел, опухоли ушли, и Бог совершил это великое, тогда ты в следующий раз готов будешь пешком, или ползком, ползти тысячи километров, чтобы Бог даже за каких-то 5 минут совершил великое, чтобы изменилась вся жизнь. Вся жизнь! Детки, семья, жена сохранила живого мужа, дети имеют прекрасного отца, лишь только потому, что кто-то принес им Иисуса. И ангелы сказали 3 послания, о которых сегодня в это утро я хочу сказать всему миру, 3 мысли. И первое, что сказала это воинство небесное, первое, что сегодня связано с практическим Рождеством в нашей жизни, первое, что благословит вас, возлюбленная церковь, вас, возлюбленные телезрители, и все те, кто сегодня пришли впервые, услышьте меня. Если вы примените это в своей жизни, в своей семейной культуре, это будет благословлять вас всю оставшуюся жизнь. Первое, что воскликнуло эти ангелы, они сказали, слава вышних Богу. Это то основание благодарного сердца, что ангелы говорили пастухам, идите и расскажите всему миру, что первое, с чего начинается все на этой земле, слава и благодарность, хвала и поклонение принадлежит только единому Богу, не дьяволу, не людям, не болезням, не каким-то кризисам, не принадлежит твое внимание. Твое благодарное сердце, твой голос, твои руки и твои ноги, кто любит немного приплясать, все это принадлежит только великому Богу. Ну аминь или нет? Вы скажите, а почему? На земле много хороших людей, можно и им сказать, вот недавно мы рассматривали все эти коммунистические великие дела, 17-й год и все, слава КПСС, слава народу, слава труду, слава НКВД, всем слава! Где сегодня все это? Ушло, улетело с великим позором, а Бог по-прежнему на своем престоле. Почему? Ему слава, да Он творец всего, Он сотворил нас. Я сильно бы был печален, если бы Господь решил посшутить над человечеством и сотворил землю, допустим, квадратной, или, допустим, ну что ж, мог бы четыре ноги нам придумать и восемнадцать рук, и мы были бы удивительно интересны. или еще что-нибудь, но Бог Отец, и Он сделал нас прекрасными по образу и подобию своему, Он подарил нам прекрасную землю, прекрасный город Омск, благословенных людей, любимую церковь Жатва. Добро пожаловать всем, церковь Жатва. Аллилуйя. Он достоин славы, потому что Он твой Творец. Посмотрите, вся Библия полна хвалы. И я хочу прочитать, вот выразить сердце Давида из первой книги Паралипоминон, шестнадцатой главы, вторым стихом. Библия говорит, когда Давид окончил все сожжения и приношения мирных жертв, то благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам, и мужчинам, и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина. Слава Иисусу! Любим хлеб и любим мясо и не пьем вина. И поставил на службу пред ковчегом Господнем некоторых из левитов, чтобы они слова словили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева, Асафа главным, вторым по нем Захарию, Илииила, Шемирамофа, Иехила, Матфанию, Елеавела, Ванею, Овед-Едома, Иеила, с псалтырями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах. А Ванею и Озиила, священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом Завета Божьего. Вы можете себе представить, что царь Давид, который был в Божьем присутствии, от все сожжения, на него сошла через хвалу и благодарность такая щедрость, что все тысячи, сотен тысяч людей, которые принадлежали Израилю, Давид не посчитал это великим бюджетом и проблемой для своей страны сказать весь золотовалютный запас мяса и хлеба. Это самый главный доллар того время. Раздать людям. Были люди, которые говорили, мы любим много хлеба и много мяса, мы большие. Давид говорил, и большим, и малым. Всем вдоволь, всем раздать. Представьте себе, когда у твоего мужа есть благодарное сердце Господу. Это всегда будет для тебя хлебом и мясом. Но только ты можешь назвать это по-другому. Любые приставки, которые тебе нужны, называй и принимай это в свою жизнь. Но если в сердце твоего мужа или твоей жены нет благодарности Господу, нет хвалы, нет кимвалов, нет словословия, никто не трубит во славу Иисуса, то сердце человека становится скупым, жадным, недовольным. Сердце становится мстительным, завистливым. Посмотри, что делает благодарность судьбой человека, и что делает отсутствие благодарности. Я понимаю, что есть времена, когда ты скажешь, за что благодарить, очень трудно и тяжело, только слезы на глазах. Сколько раз в моей жизни было подобное, когда слезы, как река, льются, и тебе стыдно кому-то их показать. Но в один из моментов я хочу сказать, что самый главный корень всех твоих побед. Слезы, это часть нашей земной жизни, никуда их не деть. Но если ты будешь воспитывать и побеждать все свои начинающиеся, наваливающиеся депрессии через слова «благодарю», не понимая, что происходит, но «благодарю», не понимаю, какое сваливается тяжелое бремя, но я все равно благодарю наперед. Я благодарю. И вдруг внутри тебя происходит великая победа. Начинает расширяться и раскрываться это Красное море, по которому Израиль проходил через Египет. Они славили Бога, потому что Бог дал им жизнь. И что бы ни происходило, какие бы удары по экономике, по финансам, или почему-либо еще, всегда есть большая причина сказать Богу спасибо. Это спасение твоей души. И если какой-то рубль выпал из нашей жизни или какие-то другие проблемы нас столкнули, это мелочи. По сравнению с той великой истиной благодарить всегда за все Бога, номер один, за то, что Творец, номер два, за то, что спас наши грешные души. Ну аминь или нет? Посмотрите, были люди, которым Давид сказал, а вот вы, вот явно вы трубачи конкретные, вы каждое утро, вот вам по трубе, вставайте у жертвенника и просто трубите. Что значит трубите? Ну это вот знаете, я сегодня на левитов посмотрел и сказал, так, кто конкретно у нас трубач трубил бы 24 часа в сутки? Думаю, ну Сережа, Ким однозначно, это такой трубач, дай ему трубу, он будет трубить. Он всегда славит так, что то ли он плачет, то ли из него истекает вся вода мира, то ли это пот, то ли это капли крови, что это? Но это человек, который выкладывается по полной программе. И это помазание, вот этой выкладки естественного, искреннего прославления распространяется на всех левитов. О, если у нас будут вот такие левиты, у нас будут великие чудеса и знамения Божьи в нашей церкви, потому что Бог всегда приходит на благодарное сердце. И ангелы хотели сказать пастухам, как великим проповедникам мира, пойдите по всему миру и скажите, что только Господу слава вышних, слава, которая не должна прекратиться. Весь Новый Завет, посмотрите, кто бы не сидел в тюрьме, кого бы там не били и ломали тела загонения за веру, они всегда покрывали это через благодарное сердце. Они воскрешались через благодарное сердце, исцелялись через благодарное сердце. Они похоронили это внутри себя, даже если их лишали свободы. Что ждет нас в 2021 году до конца, во всех деталях, не знаю, но знаю одно, это не украдет в моем сердце благодарность моему Богу. Аминь или нет? Второй момент. Ангелы сказали, после того, как благодарность на первом месте, второе, это мир. И Писание говорит нам, давайте посмотрим, слава в вышних Богу, 14 стих 2 главы Евангелия Луки, в людях и на земле мир. Мир. Это то, с чего всегда Иисус начинал свою проповедь, когда приходил в какие дома, и когда говорил своим апостолам, когда придете в любой дом, первое, с чего начинаете, он говорил, скажите, мир дому вашему. в этом году, о, как никогда, вот это откровение о покое, откровение о мире, о спокойствии в душе, оно возвеличено, как никогда, да, зашкаливает все гуглы, зашкаливают все, все, все поисковики Яндекса, о, что, как мир, какие таблетки, как против депрессии, а что сделать, чтобы спать спокойно, и так дальше, потому что на этот мир обрушился страх. Какое счастье, что мы с тобой побеждаем страх через наше доверие Богу. И Писание говорит, обетование нам, рожденным свыше, Бог говорит, мир на земле. Сегодня скажешь, где мир? Посмотри, там война, там слезы, там боль. Да, это все то, где нет Божьего мира. Вот она, вторая сторона этого, это реакция на то, где люди выталкивают Бога, выталкивают Слово Божье. Вы знаете, мир с Богом, это первое, что должно быть в нашей жизни. Мир с Богом, это дано право каждому человеку на этой земле. Несколько мест Писания. Давайте посмотрим Римлянам, пятая глава, первый стих. Библия говорит, и так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего, Иисуса Христа. Первое послание к Колоссянам, первая глава, двадцать первый стих и ниже. Библия говорит, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными, и вот это третье слово мне очень нравится, какими? Неповинными перед собою. посмотрите, возлюбленные, самое главное, что есть на этой земле, и какая великая привилегия дана нам, уверовать в Иисуса Христа, и через веру в Иисуса примириться с Богом Небесным, Творцом неба и земли. И Библия говорит, что другого пути к этому миру нет, как только через имя Иисуса Христа. Как пустить мир Божий в свое сердце, уверовать, принять послание Иисуса, которое Он на Голгофском кресте показал всему миру, что наши преступления и грехи Он взял на Себя и умер, но Он победил смерть и в третий день воскрес, и эта дверь спасения, она открыта для каждого человека. Посмотрите, как много беспокойства, как много депрессии, как много страха, как много того, что люди боятся посмотреть в свое завтра, потому что вот этот страх, он внутри, и люди беспокоятся, переживают. А мы с тобой знаем обетование, возложи на Господа все свои заботы, ибо Он печется о ком? О нас или где-то там о них? Где-то там далеко, вот там Бог близко, там Бог творит чудеса. Я вам хочу сказать, возлюбленные, о вас, обо мне, мы в его сердце. И Он говорит, если ты поверишь мне, ты будешь иметь мир с Богом. Это спасение твоей души. И Он говорит, этот мир с Богом открывает для тебя великую славу. И эта слава под такими посланиями, как ты теперь святой, вот так смотрит на тебя Отец Небесный, через Иисуса Христа. Он говорит, ты теперь непорочный, у тебя нет твоего греховного прошлого, Бог избавил тебя. И третье, ты не повинен, нет вины. Если сатана, дьявол будет говорить в твою жизнь, да, какой ты не повинен? Вот только вот не надо. Я прекрасно знаю твою жизнь. Где ты в пятницу, твои мысли, а где твои мысли в субботу? О, да, я, да, знаю, где ты в воскресенье утром. Ну, а ведь скоро начнется понедельник, и я вновь скажу тебе здрасте. Но я хочу сказать, возлюбленные, это право наше, с кем дружить всю оставшуюся жизнь, кроме воскресенья утром. Но Бог говорит в наше сердце, в моих глазах, я хочу, чтобы ты принял, ты святой, ты непорочный, нет вины в твоей жизни, держись за это, и не давай место дьяволу. Это не говорит о праве на беспорядочную жизнь. Это не говорит о том, что сегодня живу, как хочу, но мир Божий в своем сердце сохраню. Нет, так не получится. И Библия говорит нам, второе, это мир самим собой. Мир самим собой. Исайя 57 глава 19 стих. Библия говорит, я исполню слово мир. Мир дальнему и ближнему, говорит Господь. Исцелю его. А нечестивый, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. И посмотрите, 21 стих. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Мы знаем с тобой разницу между покоем, который наполняет сердце, когда ты ложишься отдыхать, и прекрасным утром, когда ты открываешь глаза и говоришь, Доброе утро, Господь. Я прославляю Твое святое имя. В моем сердце Твой шалом и Твой мир. Да, меня ждут вызовы, меня ждут атаки, меня ждут сложности. Опять мои какие-то проблемы связаны с работой, с тем, с тем, с тем. О, наступили морозы. Но я поднимаю свое сердце. Я не нечестивый. Я благословенный. В моей жизни нету ила и грязи. Это все в ртеше. В том, мое сердце чистое. Я прославляю Твое святое имя. И шалом Божий наполняет Твое сердце. Ты смотришь на этот мир совершенно по-другому. Сегодня посмотрите, что происходит с людьми, которые в беспокойстве. О, больницы. А какие депрессанты. Дайте попить, дайте поесть. Люди хотят иметь покой в своей душе. Но нет покоя вне Бога. Есть Божий совершенный покой, если ты веришь в Иисуса Христа. Третий момент. Библия говорит нам. Это служение примирения. Это мир с твоим ближним. Посмотрим 2 Коринфянам 5,18. Библия говорит. Все же от Бога. И Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собой мир, не вменяя людям преступлений их. И дал нам Слово примирения. Мир с Богом это самое великое, что может и должен иметь человек, заботящийся о своем будущем. Служение примирения, это отношение с твоим близким, оно возможно по-настоящему, только если человек прежде примирился с Богом. Есть, конечно, люди в нашей жизни, не знаю, встречали ли вы их или нет, это великая, конечно, нередкость, которые вообще не извиняются и первыми никогда не примиряются. Вот они хоть сколько раз будут виноваты, но первыми никогда. Вы помните откровение Павла? Он говорит о том, что даже если ты виноват, все равно первым примиряйся. Он говорил, что лучше вам остаться виноватыми, но открыть свое сердце и сказать, да, давайте будем примиряться, хотя ты человек, который не совершил никакого злодеяния, но тебе нет вины. Но почему я должен пойти первым на примирение? Почему послание к евреям говорит о том, что если вы можете с вашей стороны, имейте мир со всеми? Почему Бог говорит диаконам, пасторам и всем служителям о том, что мы должны быть миротворцами? Потому что только в таком случае мы будем наречены сынами Божьими. Что мешает людям быть примирительными, быть открытыми, быть добрыми? Что им мешает? Знаете, что? Гордость. Гордость. Есть множество людей. Иногда это бывает твой удивительный муж, Боже, сохрани. Иногда это твоя супруга, она никогда не бывает виноватой. Это ее мама еще знала, и ее бабушка учила. Что бы ни произошло, никогда никакого слова извини, прости, позвольте, разрешите, простите. И ты думаешь, что происходит? Знаешь, возлюбленный, не жди от людей покаяния. Не жди. Если ты духовный человек, ты первым пойдешь на примирение. Не знаю таких семей в идеальном положении, чтобы не было каких-то сложностей, конфликтов, и их рождественские елки не падали на их рождественские столы. Не знаю таких семей. Но я хочу точно тебе сказать, я знаю множество семей, которые победили зло. Которые победили обиду. Которые победили вот эту бесовскую атмосферу, вторгающуюся в наши дома. И которые, может быть, она никогда один говорил мне, брат не говорит мне первой, извини. Ну и что? Ну не знает она таких слов. Ну тогда ты пойди и скажи за нее. И сделай что-то. Приди перед Богом. Ему это все расскажи. О, мой муж настолько суровый. Он только несколько слов в конце года говорит поздравляю. А в начале года говорит все будет хорошо. А потом молчит. Может быть, ты такого выбрала. Может, он не стихотворец, ни Александр Сергеевич Пушкин, ни Тургевенев, ни Тютчев, ни Лермонтов. Но ты сама его нашла. Тебе нужен был такой. Нажала кнопку, сказал несколько слов. Не нажала, ничего не сказал. Смотри, какой шикарный вариант. Хочешь тишины? Она всегда у тебя будет. От тебя тоже много что зависит. Поэтому я хочу сказать всем сегодня, братьям и сестрам, это важно. Мир с Богом, это спасение. Мир самим собой, это гармония в твоей души. Ни один депрессант не поставит твою здравость, твою уравновешенность, твой покой внутри. Это только возможно через веру в Иисуса. И ты не можешь сказать, вот у меня мир в сердце, а вы все, я сейчас вам. Не может быть такого. Если ты Божий человек, с ближним у тебя все будет в мире. Аккуратно. Уклоняйся от вины. Уклоняйся от обид. Уклоняйся от агрессии. Всем тем, кто смотрит нас, если вдруг наша трансляция внезапно прекращается, и вы скажете, а что же там было в конце? Нам всегда нужно перейти на YouTube церкви Жатва, город Омск и дослушать нашу проповедь. А вашу жизнь мы благословляем. Пусть будет в вашей жизни слава Господу во всех обстоятельствах. Пусть будет в вашей жизни мир и Божий шалом в ваших домах и в ваших родных и близких. И третье вы увидите на канале нашей церкви.